Игровой состав хоккейного клуба «Зорки» обновился более чем на 50%. К новому сезону ряды «желто-синих» пополнили спортсмены из Ульяновской «Волги», Казанского «Динамо», Уральского «Трубника», Нижегородского «Старта» и Новосибирского «Сепсельмаша». Команда сейчас сыгрывается, потому что многие игроки пришли из разных клубов, поэтому надо время, небольшое время для того, чтобы они поняли, как мы тренеры, что мы хотим от них. И, конечно, они сами, ну, они очень амбициозные игроки, я знаю, что они очень хотят добиться хороших результатов. Главный тренер «Зоркова» оценку команде дает после нескольких товарищеских встреч и Кубка России в Ульяновске, в котором наш клуб занял третье место. «Первую мы выиграли 6-2 у Мурманска, потом играла игра с командой «Динамо-Казань» 3-3, ничью «Динамо-Москва» следующая игра 6-3, и последняя игра у нас была с Актывкаром, такая напряженная игра, последняя 5-5, но ребята очень достойно выглядели». Сегодня команда готовится к предстоящим играм в тренажерном зале и на крытом большом поле в Крылацком. Впереди насыщенный октябрь, тренировочные сборы и небольшой турнир в Юздале, в Швеции. А уже в ноябре «Зорки» приступят к борьбе за главный трофей. 3-го числа пройдет первая игра чемпионата России команд Суперлиги по хоккею с мячом. «До начала чемпионата осталось совсем немножко. Надеюсь, что сбор в Швеции нам очень поможет. Поиграем на кубке несколько игр и думаю, что к чемпионату будет все нормально». Амбиции и дисциплина – то, что нужно игрокам Зоркову в борьбе за первенство страны по бенде, уверен главный тренер. Если серьезных травм удастся избежать, команда сможет составить достойную конкуренцию соперникам.